В Ненецком округе появилась еще одна туристическая точка. Эко-тропа босиком по тундре развернулась на территории заповедника Ненецкий. Съемочная группа телеканала «Север» отправилась туда, чтобы узнать, как зародился проект и в чем его эксклюзивность. Василий Хатанзейский расскажет подробнее. Костяной нос – место, которое будет служить будущим экологического туризма. Сейчас мы находимся на территории Ненецкого заповедника. Именно здесь пролегает тропа босиком по тундре. На протяжении пяти километров человек шаг за шагом открывает для себя неизведанно красивые просторы. Вся эксклюзивность туристического маршрута заключается в том, что, пройдя босыми ногами по тропе, не просто уединяешься с природой, но и чувствуешь всю силу Ненецкой земли. История экологического маршрута началась еще в 2016 году. Исследовав местность, научные сотрудники приняли решение развернуть здесь туристическую тропу. Маршрут пролегает через полуостров. Старт находится у Коровинской губы, а финиш – у Средней губы на кордоне Кост-Нос. Концепция родилась несколько лет назад. У нас рядом находится постоянный кордон, где постоянно находятся сотрудники нашего заповедника. В основном это государство инспектора по охране природы. Место очень интересное в плане природы, животного мира, растительности. Тропу создали с целью показать и рассказать гостям заповедника, что именно находится на особо охраняемой природной территории. На протяжении всего пути открываются красивые виды на Печорское море. Интересная коллаборация песка и тундры с разными видами растительности. Мы по тропе можем познакомиться со следами животных, мы можем походить там босиком. Это, конечно же, совсем не обязательно. Одно место как раз будет предложено для того, чтобы попробовать себя, ну, снять обувь и походить босичком. Если вам понравится, вы, конечно же, можете проделать весь путь босиком. Здесь вас не укусит ни змея, там нет никаких осколков, ничего. Ну, единственная чистая природа. Ягельники немножечко колючие, ну и прекрасные такие повидные ягоды. На протяжении пяти километров маршрута для туристов организованы 12 остановок, каждая из которых указывает, где гнездятся птицы и охотятся хищные звери, а также где можно встретить опустынивание тундры. Пройдясь по экотропе, помимо завораживающих ландшафтов и местных диких животных, вы можете увидеть навигационные экспозиции, каждая из которых сделана в форме лебединого яйца, которая является символом заповедника Неницкий. На территории заповедника дикие животные отдыхают, набираются сил, плодятся и продолжают свою популяцию. Здесь проходит путь миграции атлантического лосося – сёмги на нерест. Обитают омуль, сик, щука и даже краснокнижные виды рыб. Большая часть заповедника – водно-болотное угодие, где обитают водные и околоводные птицы. Заповедник Неницкий отличается от других, допустим, территорий, потому что он, как минимум, это одна из ключевых орнитологических территорий, где воспроизводится большинство видов мигрирующих птиц, которые мигрируют на аносферу. Здесь гнездовые территории, здесь птицы рождаются, и потом они уже, соответственно, летят в другие страны, в другие регионы. Средства на реализацию экотропы «Босиком по тундре» были выделены из бюджета Всемирного фонда дикой природы. Над проектом по созданию туристического маршрута трудились не только сотрудники заповедника, но и волонтёры и научные сотрудники из других заповедников России. Теперь на территории Неницкого округа появился ещё один туристический маршрут, который вызвал интерес не только у местных жителей, но и у гостей из других регионов России. Василий Хатанзейский, Вадим Стасёк, Телеканал СР.